Здравствуйте! Вы смотрите итоги на Артик ТВ в студии Александра Ритунская. Пожалуй, все новости на этой неделе так или иначе были связаны с коронавирусом. Ну что ж, не будем унывать. Кризис – это всегда новые возможности. Заразимся оптимизмом от Дмитрия Афиногенова на «Регион 51». Побеседуем также с ударницей интеллектуального труда, корреспондентам редакции информации Артик ТВ Элина Ким, как они пережили этот карантин. Поддержим в руках чудо-ручку Вайпен, который изобрел наш земляк Евгений Пайкачев. Итак, в Мурманске на этой неделе был зафиксирован первый случай коронавируса. Повторные тесты подтвердили наличие заболевания у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир. Последние несколько дней все жители Мурманской области ожидали результата повторных анализов на коронавирус. Его в начале недели обнаружили у ирландца, прилетевшего на шахматный турнир. Иностранный гость все это время находился в инфекционной больнице. Лаборатория Новосибирского института «Вектор» подтвердила диагноз. Чтобы избежать распространения вируса в Заполярье, принято решение провести у всех контактировавших с носителем заболевания дополнительное тестирование. Тех людей, которые находятся сейчас на самоизоляции, тех людей, которые находятся в таком временном организованном помещении под карантином на пятом этаже отеля «Меридиан», всех их мы в течение ближайших нескольких часов доставим на обсервацию в медицинское лечебное учреждение. Для чего? Для того, чтобы медики профессионально, внимательно следили за состоянием этих людей. И, конечно, мы у этих людей возьмем дополнительные тесты во избежание рисков распространения. Это что касается участников турнира, тех лиц, которые так или иначе взаимодействовали с гражданином Ирландии. 14 французов шахматного турнира на данный момент также останутся на турбазе в режиме изоляции. Что касается вернувшейся из Франции жительницы Ленигорска, она оказалась здорова. Все попутчики, с которыми она ехала в поезде, также прошли обсервацию. Рыбаков судна «Стакфилл» проверили и поместили на режим самоизоляции. В Мурманском порту нет ограничений на погрузку-разгрузку судов, но он тоже в режиме повышенной готовности. В режиме обсервации были пассажиры двух автобусов, прибывших с юга Норвегии. Они направлены на самоизоляцию. Тесты не выявили заболевания. Критической ситуации в Мурманской области нет, но медики готовы к неблагоприятному течению событий. У нас 236 аппаратов ИВЛ на 750, даже без малого, тысяч населения. Вы упомянули норматив на миллион. То есть у нас есть достаточный запас. И более того, вчера поступил купленный за средства резервного фонда правительство аппарат корпоральной мембральной оксигенации. Это тоже высокотехнологичное медицинское оборудование, позволяющее также на тканевом уровне поддерживать газообмен в случае каких-то практически фатальных осложнений со стороны дыхательной системы. Сейчас всем необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены и внимательно относиться к своему здоровью. Например, в правительстве установили дозаторы с антисептическим средством. При входе в здание каждый посетитель может обработать руки. Молодой человек, из-за которого поднялась вся эта шумиха, чувствует себя хорошо. Вот только несколько дней он провел в больничном боксе без вещей и даже предметов личной гигиены. Всем привет. Хочу записать это небольшое видео из изолятора, поблагодарить несколько человек. На карантине мне достаточно тяжело, но было бы еще тяжелее, если бы мне не помогали организаторы шахматного турнира и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Хочу поблагодарить и показать вам ту поддержку, которую мне оказали. Условия у меня здесь тяжелые, особенно потому что я не могу принимать душ, поэтому хочу поблагодарить и показать вам поддержку, которую я получил. Видите, мне передали полотенце, бумажное полотенце, это очень удобно, также свежую одежду. Я приехал сюда всего на несколько дней, и, конечно, две недели в изоляции, мне нужна другая одежда. Французов, прекрасно проводивших время на турбазе «Голубая бухта», также отправили в больницу. Все участники шахматного турнира отправлены на обсервацию. Французскую команду забрали ближе к ночи 19 марта. Карантин в комфортных условиях, где были организованы игры и занятия спортом на свежем воздухе, возможность тренироваться и заниматься по школьной программе, сменились изоляцией в инфекционной больнице. Там, мы уверены, о ребятах из Франции тоже позаботятся, а главное, обеспечат постоянный медицинский контроль в состоянии их здоровья. Мурманской области Карелии на пограничных пунктах временно ограничили въезд иностранцев на территорию Российской Федерации. Он разрешен только гражданам с видом на жительство в России, дипломатам и их семьям, водителям спецтранспорта и людям, получившим визы по факту смерти родственника. В связи с уменьшением пассажиропотока в пунктах пропуска через границу может измениться время работы. С пятницы прекратили свою работу плавательные бассейны. Ранее было принято решение отпустить на досрочные каникулы всех школьников Мурманской области. Также стало известно, что закроются на карантин и суды. Свою работу служители Фемиды ограничат до 10 апреля. Приема граждан не будет, документы можно подать онлайн. Что же касается судебных процессов, то рассматривают судьи только дела, имеющие безотлагательный характер. На дистанционную форму обучения перешли и высшеучебные заведения. Лекции в МГТУ теперь читают онлайн. Посещаемость преподаватели отслеживают с помощью специальной программы. С утра бежать на маршрутку или включать компьютер. Студенты Арктического университета в последние дни не знали, как будет проходить обучение в период профилактики вирусных болезней. В том числе нашумевшего коронавируса. Руководство университета приняло решение, дабы снизить риск распространения заболеваний, перевести образовательный процесс в интернет-пространство. Это значит, что с 19 марта и до особого распоряжения все студенты в МГУ будут обучаться дистанционно, не посещая университет. Общежитие МГУ не закрыто на изоляцию. Однако студентам, живущим там, по возможности рекомендовали поехать домой. Ведь выйти на образовательный портал, где будут размещены лекции и задания, можно с любой точки России. Студенты стараются не поддаваться панике, связанной с коронавирусом. И видят в дистанционной системе только положительные моменты. Помимо данного вируса есть и другие. И очень часто весной в силу погодных условий многие заболевают ОРВИ или гриппом. Вход в здание МГУ для студентов будет ограничен. Но все службы университета работают в штатном режиме. Также не изменилось расписание государственной итоговой аттестации для студентов-заочников. Ну а как пережила эта неделя редакция Артик ТВ, узнаем у корреспондента редакции Лины Ким. Ну что, понедельник вы прогуляли. Новости в эфир не выдали. С чем это было связано? Собственно, что здесь происходило? В понедельник мы вышли на работу, как обычно, с составом обыкновенным. И узнаем из новостей о том, что одного из игроков из Ирландии, который приехал на чемпионат по шахматам, обнаружили предположительно положительный анализ на коронавирус. Но тут у нас, конечно же, произошел шок небольшой. Мы не ожидали. Я выпила валерьянку и продолжила дальше, собственно, работать. Мы как-то попытались жить в новой реальности и научились за эти 3-4 дня работать по-новому и в таком сжатом составе. То есть получается, что у нас 4 наших сотрудника сейчас находятся в инфекционной больнице. Конечно же, мы ездим к ним, кто может, естественно, потому что у нас сейчас такой очень объем работы. Ну скажи, но ведь не только сотрудники Артик ТВ работали на шахматном турнире. Там были представители и муниципальной газеты, и еще одного телеканала. Я так понимаю, что все журналисты их попросили также пройти тесты и отправиться на самоизоляцию. Тем не менее, какое-то время ты мне еще призналась, что от вас шарахались коллеги на съемках. К чему шарахались? Они и сейчас шарахаются. Да, потому что когда мы приезжаем, стараются как-то отойти от нас подальше. Спрашивают иногда, почему вы приехали на съемки без масок. Хотим сказать по секрету, что руки-то мы обрабатываем, потому что у нас еще есть запасы антисептиков. А вот уже с масками проблемы, и думается, что придется скоро стирать старые какие-то маски, я не знаю, или что-то придумывать. Потому что масок действительно в аптеках не сыскать. Некоторые сотрудники у нас на Арктик ТВ стали ходить в магазины для анимешников и покупать маски такие многоразовые, с какими-то веселыми мордочками, потому что пытаются как-то выкрутиться из этой ситуации. Так действительно спрашивают и предупреждают некоторых, что вот пойдете на съемки, не общайтесь с представителями Арктик ТВ. Это говорит только об одном, что народ у нас абсолютно дремучий, с трудом себе представляет, как распространяется вирус и кого можно считать. Но зато друзья познаются в беде. Согласна. Некоторые лезут обниматься, целоваться по старой привычке, но я на всякий случай тоже говорю, ладно, не надо показывать, что вы такие смельчаки. Но мы без паники, но все равно какие-то методы защиты используем. Допустим, приходим в редакцию и всегда протираем руки и нос какими-то вот средствами, чтобы на всякий случай не заразиться. И как-то держим ситуацию под контролем, насколько это возможно. И, конечно же, ждем с нетерпением наших коллег, потому что вот у нас случилось так, что новый оператор пришел к нам на работу две недели назад, и получилось, что он остался один у нас в строю. И весь груз работы, весь груз ответственности на этого молодого бойца. Зато он научился работать и в студии, и опросы записывать, и вот, конечно же, благодарность ему большая, что он такой оказался стрессоустойчивый. Ирина, скажи, пожалуйста, ну у тебя саму не утомили новости про коронавирус? Есть какая-то жизнь в городе? Я тебе вопрос как к корреспонденту новостей в первую очередь, кроме... Кроме коронавируса. Вообще все информационное пространство сейчас забито коронавирусом. Я стараюсь вечером приходить, уже отключаться как-то от этого всего, потому что уже даже просто слово на букву «К» у меня любое вызывает. Что тебе удалось снять на этой неделе несвязанное? Мероприятие также, кстати говоря, пытаешься записать комментарии у кого-то, не буду сейчас называть организации, которые уже закрылись, которые уже не работают, но вот не хотят с нами как-то контактировать. Единственное, что удалось мне посетить массу веселых мероприятий в фитнес-залах, в фитнес-залах, которые еще пока не закрыты. Насколько я знаю, что планируют их закрыть. И на шпагате посидела, и я мои тренировки попробовала. То есть я попыталась использовать по максимуму вот эту ситуацию, такую критическую, как-то на пользу, здоровье, на приободрение духа и так далее. Кстати говоря, некоторые коллеги, которых отправляли на самокарантин или самоизоляцию, некоторые все-таки немножко паниковали и боялись вот этой изоляции. Хотя я считаю, что в этом ничего такого страшного нет, и наоборот нужно за собой посмотреть лишний раз. И была такая паника, что не хотели находиться в каких-то условиях больничных. Хотя сейчас вот мы общаемся с ними, и наши коллеги утром присылают, что они там поели, как они позавтракали. То есть общаемся с ними как-то онлайн и подбадриваем друг дружку. В общем, по поводу съемок, что вот так не удается нам в какие-то массовые мероприятия попасть, а где-то... Так их нет. Да, их просто и нет. И если что-то удается даже подснять, мы используем мобильный телефон, где-то ходим, пытаемся так информацию раздобыть. Как-то работаем все на удаленке. И, кстати говоря, половина коллектива у нас тоже сейчас из дома работает, кто может. А в основном вот остались те, кто... Незаменимые люди, бойцы, которые сейчас на передовой. В общем, вот так у нас все было. Это был незаменимый боец, Элина Ким. Береги себя. Буду, берегу. Спасибо. А как обстоят дела в других странах? Кристина Харатова на этой неделе связалась с нашими соотечественниками, проживающими в Соединенных Штатах Америки, дабы узнать, как сейчас обстоят дела за океаном. Слава Невалуев, известный мурманский радиоведущий, несколько месяцев живет в США. Ежедневно он делится с подписчиками в Инстаграме заметками из жизни русского иммигранта в Лос-Анджелесе. Мы связались со Славой, и он рассказал, что ограничительные меры американцы вели на пару недель раньше россиян. Граждане начали закупать товары первой необходимости. А потом власти закрыли границу и объявили карантин. Некоторые граждане действительно паникуют, именно поэтому можно в магазинах наблюдать пустые витрины, где раньше находилось мясо, сыр, молоко, хлеб, вода и прочие товары. Закрыт Диснейленд и другие парки развлечений, ну а многие заведения общепита перешли на онлайн-режим, режим заказов из дома. Поделился переменами в жизни и бывший мурманчанин Дмитрий Харченко, который уже несколько лет живет и работает в Сан-Франциско. По его словам, сейчас город немного опустел. Люди больше времени проводят дома. Во избежание дефицита продуктов в магазинах над некоторыми товарами появились таблички, запрещающие брать больше двух или пяти штук в одни руки. Все товары, которые необходимы, нужны, и они есть. И свежие товары, самое главное, находятся. Все готовы, всякие сэндвичи, все, что тебе надо. На входе людям руки санитайзером помогают смазать. Там салфетки есть, сами корзинки протирают. Но ничего страшного вообще такого. Просто чуть-чуть поменьше людей на улице. Но поток жизни не остановить. Так что люди все равно ходят на работу, в магазины, занимаются спортом. Важно помнить, что при симптомах простуды нужно обратиться к врачу. И обязательно сохранять спокойствие. Это, пожалуй, главная рекомендация для всех проживающих на любом континенте. Быть может, виной всему происходящему високосный год или неблагоприятное расположение светил на небосклоне. Мнение астролога в программе «Итоги». Главный звездочет нашего города и телеканала «Арктик ТВ» Сергей Сгозинский внимательно следит за ситуацией с пандемией коронавируса. Он рассказал, что ранее все астрологи предвещали – 2020 год будет трудным. Об этом говорили различные небесные события. Солнечное затмение, опасное расположение звезд. Однако конец эпидемии не за горами. Цикличность таких вещей связана с двумя элементами. Это следующее затмение, когда будет, оно будет 21 июня. То есть до 21 июня, может быть, вот этот пик и пройдет. А те планеты, которые вызывали страшности там всякие, они в конце года козерог покинут, ведут водолей. И поэтому мы думаем, что к концу года это все разрулится. Коронавирус – только часть цепочки бед, которые свалились в этом году на человечество. Напряженная политическая обстановка, падение рубля и прочие трудности – это все взаимосвязано, считает астролог. Видимо, коронавирус явился запальной свечой всех этих сложностей. Все взаимосвязано? Да, все взаимосвязано. И, видимо, коронавирус, он просто является такой точкой, которая запустила вот этот мощнейший механизм, связанный с перестройкой социальной системы, может быть, во всем мире. Но гораздо опаснее самого вируса паника, делится Сергей Сгодинский. От того, что люди сами себя накручивают и раздувают негативную шумиху, лучше никому не становится. Поэтому нужно сохранять спокойствие и адекватно воспринимать ситуацию. Сметать с полок магазинов все подряд не стоит, но дополнительный пакетик гречки дома не будет лишним. И звезды сказали нам точно – конца человечества от коронавируса не произойдет. В соцсетях прокатилась волна паники. Мол, нужно срочно закупаться крупами, макаронами, тушенкой, туалетной бумагой. Фотографии пустых полок на Медне появились в мурманских группах ВКонтакте. Вчера по социальным сетям прокатилась волна паники. В магазинах люди скупают крупы, макароны и другие не портящиеся продукты. Наша телекомпания решила узнать, действительно ли пустые полки. Наш первый пункт – это макароны. Макароны есть, и, как мы видим, выбор большой. Есть даже в больших пакетах для тех, кто действительно испугался карантина. Нет товара только на полках со скидками. Но оно неудивительно. Люди просто решили купить себе продукты подешевле. Следующий пункт в списке необходимых продуктов в случае карантина – сахар. Его много, битвы за сладкий белый порошок нет. В полках с консервами тоже изобилие. Проверим, а есть ли тушенка. Говяжья тушенка, а сразу несколько полок. И даже вот такая вот стилизованная. А для тех, кто не любит говядину и свинину, но все-таки боится остаться на две недели дома, есть конина. И последний пункт нашего рейда по гипермаркету – стратегически важный в каждой семье товар. Люди боятся не столько остаться без макарон и тушенки, сколько без туалетной бумаги. Этот живопотрепещущий вопрос мы тоже решили проверить. Полки забиты сверху и донизу. Видно, у сотрудников работы прибавилось. Они постоянно что-то докладывают. Но дефицита нет. Одну такую корзинку для подстраховки на случай карантина мы нашли. Но хозяина рядом не оказалось. А так в магазине все буднично. На кассовых лентах – овощи и мясо. Конкретно в этом гипермаркете, а он один из самых больших в Мурманске, никакой паники или дефицита нет. Люди просто приехали купить себе продукты на неделю в свой выходной или же на обед. О волнениях, связанных с коронавирусом, напоминают только маски на лицах северянок. А можно ли купить маски сейчас? Идем в аптеку. Маски, антисептики, хлоргексидин, какие-то обеззараживающие, ничего нет, перекись водорода, спирт, спиртовые настойки. Понятно, спасибо большое. В нашей студии Дмитрий Афиногенов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. У тебя много ипостаси, но в данном случае я, наверное, тебя представлю как создатель региона 53. Пойдет, да? Можно, как пойдет. Слушай, скажи, пожалуйста, вы вот правда сейчас, мужская половина человечества, перестала за руку здороваться? Да это бред вообще. Давай поддержимся. Я вообще против этих коронавирусов. Расскажи мне, пожалуйста, я знаю, значит, официально, как выглядит картина, а что происходит в интернете и на форумах? Слушайте, я вот со всей любовью вообще к подписчикам, к мурманчанам, но, по-моему, ребята, хватит. Вот правда, все посходили, по-моему, с ума просто. Это понятно, что тема номер один. Все это обсуждают, все это обрастают какими-то мифами. Тема-то в чем? Я никак не могу... Покажите мне... Ну, у меня такое ощущение, как будто там Мурманц готовится к нашествию уходящих мертвецов, понимаете? Потому что все просто посходили с ума. У меня друзья пишут, гречка закончилась там в ленте, беги быстрее покупай. Все то же самое обсуждается в сети. Любая новость про коронавирусов. Я тебе могу сказать, что сейчас уже ходят анекдоты, да, у меня закончилась талятная бумага и гречка, вроде как неудобно даже за этим магазином. Но я вчера объехала три магазина, мне нужно было там три картофеля на суп. Во-первых, не было картошки, да, а во-вторых, не было этой гречки. И в последнем магазине рядом со своим домом я эту гречку пресловутую нашла. Я говорю, знаете, как-то неудобно, но вот, видимо, мне вот тоже настала пора купить. Причем там был выбор, наверное, пять вариантов в разных упаковках ценовой просто вот. Ну вот по туалетной бумаге, я вообще сошел с ума в начале, я долго гадал, для чего ее покупают. А зачем? А я потом узнал. Значит, ну понятно, что часть людей какая-то покупает просто потому, что покупают другие. Нет, просто потому, что покупают другие. Ну то есть вот как бы, да. Но оказывается предпосылка покупки этих туалетной бумаги делать из них маски, Саша. Из них делают маски. То есть дефицит масок спровоцировал. А еще нельзя лицо трогать руками, но я не хочу закрыть глаза. Я сфотографировал дефицит туалетной бумаги. Значит, я могу скинуть видео в каком-то городе, чиновник, он в своем блоге выкладывает, вот, ребята, сделайте ему вот так вот туалетную бумагу, степлером здесь прикрепите, у вас будет маска. Вот люди посходили в этом плане, конечно, по поводу магазинов. Я вчера зашел в магазин спокойно после парикмахерской, 9 вечера. Не буду называть торговую сеть. Все в ноли. Я специально сфотографировал, отправил друзьям в чат, что ребята, не сходите с ума. А ты это не связываешь? Да при чем здесь коронавирус? А ты это не связываешь просто с напряжением, которое вызвало обрушение цен на нефть, курса национальной валюты, которая признана самой слабой. Ура, мы всех победили. Много кризисов. Но когда еще ты видишь, что замедляются экономические процессы, связанные с искусственными ограничениями, какого-то мифического коронавируса, я в это бы, может быть, поверила, если бы в моем, даже не ближнем, а дальнем окружении, был хотя бы один человек, кто заразился бы. Вот по поводу повышения цен и всего остального, я вот расскажу так. У меня очень хороший товарищ, он занимается поставкой лекарств, лекарственных препаратов и вот всех медицинских этих историй в Мурманск. И вот мы с ним разговариваем, и он говорит, Дима, у меня просто нет слов, потому что вот у меня есть там предположение, я не помню, месячный или квартальный запас хлоргексидина. Да, вот у него там 500 этих упаковок стоит, 500 упаковок. После новости о том, что у нас предварительно подтвержденный случай, у него смелита за час. Аналогичная история, он говорит, берут любые препараты, неважно от чего, ОРВИ, ГРИП, покупают все. И что делают поставщики? Они видят, что за день происходит реализация месячных запасов. Естественно, они поднимают цены. То есть люди этой паникой сами себе поднимают цены. Вот в чем как бы трагедия всей этой истории заключается. И то же самое, естественно, происходит с продуктами. Ведь поставщики-то видят, что все это сносится со складов. Запасы большие, нужно поднимать цены. Я слышал, что в наших крупных торговых центрах все скидки поубирали, да, вот традиционные на продукты. Это все мы создаем, вот все это истории. Вся вот эта пандемия, она вот, знаете, в головах. Потому что это вот раньше пандемия определялась трупами на улицах, а сейчас выключите телевизор, выключите социальные сети, и вот этой никакой инфекции не будет. Потому что все в магазинах есть. Может быть, это и есть та самая пресловутая Третья мировая, просто она выглядит иначе. Безлюдные улицы, товарищи, я сегодня была в шоке. Я зашла в парикмахерскую, ты и я, да, я одна в зале. Какая прелесть. Я не понимаю вообще, что это такое действительно... И это происходит по всему миру. У меня друзья в Чехии живут, у них штраф без маски 20 тысяч крон. Это 60 с чем-то тысяч рублей, если ты на улице без маски. То есть вот это прям все очень серьезно. В Испании сегодня ребята находятся, у них, ну, то есть по ночам ездит машина полицейская, она разгоняет людей, что нечего как бы там появляться. В Беларуси нету то же самое. Ну, люди же выздоравливают, я не очень понимаю. Ну, вот как говорят сегодня... А грипп умирает больше. Что сегодня заявляют, да, что в любом случае все переболяют этим вот коронавирусом. Мы с ним жить будем, да. Но задача медиков сегодня, и вот эти все меры, так говорят в сетях, да, такие авторитетные издания, и поэтому задача медиков по изоляции... Нет, не найти вайцину, а просто растянуть по времени этот период. То есть, так как все переболеют, нужно сделать, чтобы все переболели не в короткие сроки, ну, потому что не хватит медицинских всех ресурсов, а просто растянуть это по времени. Ну, максимально как бы долго. Вот поэтому, как объясняют немецкие специалисты, эти все меры и вводятся. Не знаю, так это или нет, но мне кажется, надо как-то немножко поспокойнее, потому что у нас, правда, коронавирус сказал так «бу», как в этом мультике «Корпорация монстров». Ну, это хорошо, а «Регион 51», в том числе и ты, занимался организацией концертов. Вот это хихоньки-хахоньки, но у нас целая отрасль, и сейчас, ну, я уже слышала, что актерам намекнули, а не отправить ли вас в отпуска, не оплачивать. Интересно, а что будут актеры делать? На улицах с шапками петь? Ну, по концертам, конечно, мы очень сильно расстраиваемся, то, что происходит сейчас, в основном, конечно, перенос. Ведь кто-то же не заработал, кто-то не заплатил зарплату. Меня даже вот в этой связи больше интересуют меры. Там и копирайтеры, и СММщики, и рекламщики, все, кто вот в этой сфере работает, они, конечно, все остались без заработков. Более того, этот кризис, у них не закончится там снятием мер, потому что все даты, они же будут перенесены на осень, и осенью у них начнется очень жесткая конкуренция на этом рынке. Ну, потому что все перенесли концерт по поводу съемок. Слава богу, вот в Мурманске сейчас идут съемки телесериала «Иван», и как раз в нашей группе можно найти условия подбора актеров. Там снимается Владимир Меньшов, там снимается Светлана Хаченкова, Кристина Асмус. И вот они сейчас как раз в Мурманске делают эти съемки. То есть можно в массовке подработать? Да, да, да. С нашей группы, например, 400 человек направили свои профили, чтобы поучаствовать в съемках. И вот надеюсь, что мы в регионе скоро как раз покажем, как выглядит съемочный процесс сериала с федеральными актерами изнутри. Давай поговорим все-таки о предпринимательском сообществе, о том, где при таком отложенном спросе, где брать деньги для того, чтобы штаны не потерять. Вот те меры, которые премьер-министр Михаил Мишустин объявил, сколько я не общалась с сообществом, это, конечно, не те меры, которые ждал малый и средний бизнес. Вы потом когда-нибудь заплатите, через три месяца. А кто сказал, что будет проще через три месяца, если уже сейчас нечем платить зарплату? Я не говорю, очевидно, что все, кто был задействован в туриндустрии, они просто сейчас в шоковом состоянии, потому что никто не едет, ни местные, ни иностранцы. А здесь, знаете, кто-то считает это внешним фактором, который все гробит их бизнес, а кто-то воспринимает это за возможности. Вот у меня, например, друзья, они вначале там все, капец, мы все там умрем. Ну, кризис это, как правило, возможности. Да, но он уже говорит, так я могу создать кучу новых продуктов. Я ведь могу сеть всего... То есть все дети сидят по домам, да, у них нет никакой развлекаловки у взрослых, они никуда сейчас не поедут, никакой заграницы. И он говорит, так я могу создать новые продукты. Праздник на дому? Нет, он говорит, я могу создать новые продукты для мурманчан. То есть на самом деле, он говорит, я же могу возить мурманчан туда, куда они раньше не ездили, и все организовывать им там. И у него на это уже там пришло что-то там 10 или 12 заявок. То есть для многих этого, он говорит, я первый в нишу буду вообще, у него глаза горят. Понимаете, то есть по рекламе, кстати, в той же, в социальных сетях, там на радио, на телевизоре, конечно, кто-то отказался. Но очень многие поняли, что да, это возможность, люди сейчас дома, им нечем заниматься, и очень многие сейчас вкладываются в рекламу, потому что кризис – это возможность. В социальной сети «Контакт» разработал способ удаленной работы предпринимателей. Поэтому, ну, как бы, ребята, кризис – это возможность. Хватит паниковать, выкиньте гречку из головы уже, и как бы, ну, надо жить сейчас. Вообще, больше скажу, единственная новость, которая у нас пробралась через просто вот этот весь шум про коронавирус, был Денис Клявер, который обратился к России и сказал, поддержите нашего маленького Мишу, мальчика из Мурманска, у которого вот эта вот серьезная болезнь. Я, кстати, о нем только сегодня думала, что сейчас настолько будут заняты своим здоровьем, соберем ли мы ему. И вообще меня просто поражают те цифры, которые тратит государство. Все-таки есть, видимо, в закромах-то у нас родины излишки. Мы просто с чем-то боремся, выбрасывая такие деньги, когда у нас ребенок просит о помощи, мы не можем их собрать. Там все равно, по-моему, там порядка 14% необходимой суммы. Да, да, и причем более того, что вот эта история с курсом доллара. Если, да, меценаты не помогут, товарищи, ну это нереально. Но надо сказать, что огромное количество сборов, их правда закрывают меценаты. Мы же эту отслеживаем историю, мы находимся вместе с и родителями Миши, да, наши ребята. Мы максимально поддерживаем информационно всю эту историю. И надо сказать, что по другим примерам очень много людей закрывают меценаты. Ну пока еще такой волшебник не объявился в последний момент. Кстати, волшебник у нас, так называется, чат-волшебники для Миши. Ну да, да. Вот, поэтому, и плюс вот это все падение с курсом рубля. Что же получилось? Он вечером ложился спать, ему нужно было 150 миллионов рублей, а утром он проснулся, и это уже 170 с копейками. Поэтому, но надо сказать, что такие вот звезды, как Клявер, они, слава богу, обращают на это внимание, обращаются к своим подписчикам, и вот просят о помощи меценатов и гражданам помочь. И вот единственная новость, которая пробралась через эту просто всю историю, и как-то немножко позитива была. Ну потому что он попросил улыбаться, не болеть, и все такое. Ты такой оптимистичный. Ну, почему нет? Это заразно, давай, оптимизмом, заражай меня, заражай. Нет, нет, ну а правда, ну а что плакать-то? Ну твой прогноз, то есть и рубль окрепнет, и восстанет, да? Слушайте, ну на самом деле, у меня много, правда, друзей иностранцев, и я могу сказать, что мы всегда, вот у нас, видимо, где-то в генном коде, да, есть, что везде вот хорошо, у нас плохо. Но на самом деле, там, с кем не пообщаешься, везде история плюс-минус одинаковая. У нас во многих вещах, по многим вещам все гораздо лучше даже. Нам просто обязательно нужно кого-то обвинить. Знаете, как мальчику, который двойку получил, соседи громко занимались, да, там, футбол шел, еще что-то. Он всех вокруг обвиняет, родителей, кроме себя самого, вот это в нашем коде. Вот, поэтому, есть по этому поводу фильм хороший очень, называется «В погоне за счастьем». Как мужчина с маленьким ребенком пробирался к своему счастью, ни намека на то, что виновата власть в этом. Вот ни намека. Он все делал для того, чтобы вот все у сына было хорошо, что бы там ни происходило. Поэтому, как бы, пооптимистичнее как-то, господа, давайте, может быть. Вот, доклад окончен. Спасибо большое, Дмитрий Афиногенов. Меня только что заразил счастьем и оптимизмом. Спасибо. Спасибо вам. Прямо сейчас реклама на телеканале Артик ТВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале Артик ТВ в студии Александра Ритунская. В период пандемии коронавируса весь мир будто замер. И в Мурманске, кажется, жизнь тоже остановилась, по крайней мере, культурная. Или все-таки нет. Пустые залы, пустые стенды с афишами. Жизнь в областной филармонии будто остановилась. Но на самом деле все не совсем так. По словам директора учреждения Виктории Чачиной, в связи с введенными ограничениями на массовые мероприятия принят ряд мер. Самый крупный для нас ожидаемый концерт – это концерт филармонического оркестра с очень хорошим исполнителем, виолончелистом. Пришлось буквально всех их снять с поезда, потому что они должны были уже в понедельник приехать репетировать. Но часть концертов перенесена от фламенко. Это крупные очень концерты. Мы перенесли некоторые арендные концерты. Вот стилиста Рокова. Пока одни артисты отменяют гастроли, другие погрузились в творческую работу. Наши музыканты областной филармонии сейчас взялись за новую программу – активно репетируют. А скоро всех любителей классической музыки ждет сюрприз. Нет, насладиться концертами в зале пока не получится. Но их можно будет послушать онлайн в соцсетях уже 21 марта. Есть вот такая возможность смотреть онлайн-трансляции, а потом они же все равно в соцсетях эти концерты будут. Любое удобное для слушателя время. И родители будут тоже иметь возможность посадить своего ребенка, чтобы он посмотрел музыкальную программу, подготовленную для детей. И музыканты будут в принципе в хорошей концертной форме. И наши любители классической музыки тоже не будут обделены, ну хотя бы так. Поэтому будем все равно общаться виртуально. Отметим, что все приобретенные билеты на отмененные концерты можно вернуть. Всю интересующую зрителей информацию проще всего узнать на сайте учреждения, по телефону или в кассах филармонии. Что касается концертов приезжих поп-звезд, которые должны были выступать на других площадках, здесь ситуация схожая. Наши друзья с портала «Регион 51», которые держат руку на пульсе музыкальной жизни города, вели в курс дела. Все ждали очень руки вверх. Буквально сегодня-завтра должен был пройти концерт, но, к сожалению, был он перенесен на 13 мая. Все билеты остаются действительными, поэтому не стоит отчаиваться. Любимых артистов все равно на сцене вы увидите. Но судьба других концертов пока что неизвестна. Из ближайших это Баста и Егор Крит. Надеемся, что ситуация разрешится. Всю актуальную информацию об этих и других концертах можно узнать ВКонтакте, в группах «Регион 51» и, конечно, Артик ТВ. Весенний призыв в армию состоится при любых обстоятельствах. Очередная призывная кампания была под вопросом из-за угрозы распространения инфекций в России. Но министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что весенний призыв в стране пройдет в установленные законом сроки с 1 апреля по 15 июля. Переносить его на осень из-за пандемии не будут. На срочную военную службу отправятся молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. 20 марта в Мурманске отмечали Международный день счастья. Эта дата была учреждена Генеральной ассамблеей ООН, и к празднику присоединились многие компании, в том числе студия фитнеса «Культ Тела». Команда, практикующая ЕМС тренировки, знает, как с помощью электрических импульсов подарить хорошее настроение и ощущение счастья. 20 марта большинство стран отмечают Международный день счастья. Команда мурманской студии «Культ Тела» также поддерживает главную идею праздника. Стремление к счастью – это естественное желание каждого человека. Сегодня, как никогда, нам нужны гормоны радости и счастья, и мы их будем вырабатывать при помощи ЕМС тренировки. В студии инновационного фитнеса используют костюмы, создающие электрические импульсы, которые стимулируют мышцы во время тренировки. По словам тренера Анны Тугушевой, одно 25-минутное занятие приравнивается к трём часам, проведённым в тренажёрном зале. Одежду и костюм предварительно увлажняют. То есть это обычная вода, чтобы была проводимость импульса? Костюм, похожий на наряд Лары Крофт, становится проводником. Импульсы пускают на все части тела, но таким образом, чтобы мощность была комфортной. Такую электрическую стимуляцию мышц применяли ещё в 60-х советские учёные для реабилитации космонавтов, чьи мышцы атрофировались во время полёта в космос. В данном виде тренинга мы задействуем до 90% мышечных групп. Соответственно, мы сокращаем время тренировки, а эффективность увеличивается. Также мы не используем здесь больших весов, отягощений, что, соответственно, влияет благополучно на наш опорно-двигательный аппарат. То есть, если мне нужно добавить нагрузку, я вам сделаю путём прибавления импульса. Мне не нужны будут большие веса, соответственно, нагрузка с позвоночного столба, со суставов и связок у нас снимается. ЕМС-тренировки подойдут как для подростков, так и для людей старшего возраста. Но, как и при любых физических нагрузках, существуют противопоказания, о которых лучше проконсультироваться с врачом. Если же ограничений нет, то смело отправляйтесь в студию фитнеса «Культ тела». И зашкаливающая доза счастья и удовольствия вам гарантированы. Друзья, я рада приветствовать в нашей студии изобретателя Евгения Пайкачула. Здравствуйте. Здравствуйте. Вводятся у нас изобретатели, оказывается. Ну, похвастайтесь. Что же вы такое изобрели? Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я изобрел ручку для детей, для первоклассников. Эта ручка имеет разные, как говорится, вот это побольше, до 12 лет детей, а это вот с 5 лет до 11. Почему стал я изобретать? Потому что я, как говорится, папа двух детей, и когда у меня младше, он сейчас старшему ребенку 12 лет, а раньше было 7, когда он был первоклассником, у нас была сильная проблема научиться писать. Потому что это проходило у нас со слезами, со постоянными такими до 10, до 11 часов мы воевали за каждую букву. Про описи, да? Про описи. Над этим, конечно, работала мама, вот, как обычно все. И я, как говорится, смотрел на это все, как бы представление театра, как говорится, и весь год в слезах, ну, так условно, скажем так. Потому что для детей это не всегда мышцы, там все хорошо, и с моторикой, это только создавание этой самой моторики и самого этого навыка. Потому что, ну, как бы это делать обычной ручкой тяжело. А птичкой легко? Почему форма птицы такой получилась? Вот. Соответственно, самое первое, нужно было подобрать ручку, инструмент для письма, для первоклассника правильный. И то, что мы видим вот на рынке, в магазинах обычных, это вот продажа ручек. Мы видим везде одни и одни похожие, так или иначе, вытянутые формы с какими-то, ну, насадками там или еще каким-то облегчающим. Ну, казалось бы, уже колесо изобретено. Нет, вот. Опять. Заново велосипед. Так. Да. И это сподвигло, в принципе, меня на то, чтобы вот создать нечто, чтобы ушла вот эта вот боль, ушла проблема с пальчиков. И детки маленького возраста, вот, начального класса и первоклассники начали писать с удовольствием. Ну, как вы создавали? Ну, вот технологии. Вот вы сели и решили, надо создать. И... Получилось так, очень неожиданно. Да. Сначала я... Ну, создавали мы вместе с даже сыном некий институт, даже школу, онлайн-образование. Учили детей рисовать на графическом планшете. Это прошло где-то 4-6 лет. Только с возможностью научить деток рисовать или писать по-другому. То есть, сформирована была сначала методика, но и она не давала серьезных результатов, потому что самая проблема, непобедимый босс оказался, это то, что дети писали вот так. Вот так вот, вот так вот. Или чуть ли не вот кулаком, как обычно. Вот. И вот этого босса нельзя было победить. И потом, в конце концов, когда мы ходили просто на природе, отдыхали, на природе ключевое слово, мы пинали этот сучок. Вот он, он очень похож был вот на такой сучок в виде буквы Y. И потом я вот как бы вставил в руку и говорю, Макар, моего сына зовут Макар, ему 12 лет. Говорит, смотри, вот решение. Вот оно упирается вот сюда, в ладонь, и вся нагрузка, получается, переходит в ладошку. Это было любопытно. Так. А пальчики? А пальчики встают вот на это место, положенное место. Ну, у всех же разная длина пальчиков. Да. Вот это, перейдем на это. Чуть попозже. А мне ничего не получается. Да, потому что эти ручки ростовые, то есть они, как у нас новое открытие было, кроме того, что мы изобрели вот этот упор, вот он, то есть ключевое в изобретении, это создали вот этот вот упор, который вам вкладывается в руку, и пальчики поэтому кладутся на свое место. Вот так вот ручку нельзя перевернуть, то есть вот таким образом, то есть только одно единственное решение. Вот в этом суть вся всего открытия. Хорошо. А кто-нибудь уже этими ручками пользуется? И вообще, как вы их изготавливаете? Запатентовали ли вы это? Сделано специально для детей. Конечно, запатентовал, имеет патент. Все, это нужно делать первый шаг и сразу. Потом выводить это самое в люди, как говорится. Делалось это для школьников, и поэтому сразу была первая задача, это внести на тестовое прямо в школу. Так был первым сделан шаг. Я напечатал на 3D принтере эти ручки, то есть как они производятся. А обычно вот на 3D принтере каждая ручка изготавливается 2 часа, то есть достаточно много времени. За 8 часов, за рабочее время, это 4 всего ручки. Можно посчитать, в принципе, вот себестоимость и, грубо говоря, все. Но, однако, это поспособствовало, чтобы дальше идти по шагам, нужно было протестировать, что скажут самые главные. Это ученик в первом классе, с первой по четвертой. Соответственно, я так и сделал. Позвонил преподавателю начальных классов, говорю, давайте сделаем вот так вот. Детки пусть попробуют, родители, ну, согласие возьмем, чтобы они не возражали, и начнем просто тестировать. И все детки идеально теперь пишут, у них красивые прописи. Не то, что я не говорю про прописи, мы говорим сейчас про почерк, мы говорим про технику письма. То есть самый базовый, начальный уровень, это научиться держать ручку правильно, и чтобы она не вызывала боль и слез, и вот этих вот мозолей, которые оставляются от этих усилий. Вот это самое, вот главного босса нужно было победить. И почему вот это сделано с помощью вот именно этой формы, и которая очень похожа на птичку, потому что эмоционально деткам, особенно в детском садике, они вот, это игра, они заходят, и это является мотивацией играть. Им интересно этой ручкой писать, им интересно играть, и формат уроков, и предмет письма дома, он является для них родным, ну таким естественным, потому что это является мотивацией. Хорошо, а что для вас является мотивацией? То есть вот вы планируете, так сказать, теперь пожинать плоды своего изобретения? У нас тем более, видите, такие обстоятельства, что все удаленно работают, значит, люди перестают контактировать, все предприниматели хотят поддерживать. Вот скажите, это можно как-то вот продвинуть в масштабах мира? Очень много вопросов, очень главных. Вот ваша мотивация, это можно как-то монетизировать? Конечно, насчет пользы и даже ценности, это вот именно дать большее ценное, нежели все остальное. То есть символ удачи, символ успеха, символ процветания, он является, заключается в ценности. Что ты можешь ценного дать, нанести такую пользу, которая была безвозвратна, то есть дороги дальше нет. И вот это нужно создавать, и создавать именно в открытиях, и патентовать это, потому что это является ценным. Потому что самое важное, это нечто создать и соединить это с бизнесом. То есть дать возможность, чтобы на это можно еще и жить. То есть практически это нужно, чтобы эти два ключа схлопнулись. И вот поэтому все и так происходит. Нет, ну то есть пока в промышленных объемах ручки не производятся и нигде не продаются. Пока нет. Они делаются по, как говорится, мной, только вот с помощью, ну, ЧПУ станков. Они делаются очень маленькие количество, очень, как говорится, хедмейт это называется. Но имеют уже... Ну интересно, уже появился со стороны тех или иных заказчиков потенциальных. Да, уже появляются заявки. Мы хорошо себя представляем, хотим представлять себя в Инстаграм, в социальных сетях. Также я победил там Global Synergy Trade. То есть по России была выдана программа или как это, ну, тестовая, какие пять товаров ключевые можно вывести в экспорт. Потому что сейчас Владимир Путин, наш президент, сказал, что нужно больше удвоить экспорт. Поэтому, в принципе, эта задача решается. И поэтому мы, как говорится, в этом ключе начинаем работать для того, чтобы создать матрицу и делать эти тренажеры массово. Вы их называете тренажерами. Вот название-то правильно, ручки Y-Pen. Что это, почему? Y-Pen, это сначала, помните, я рассказывал историю про сучок. Да, это вот тот Y, который вошел, в принципе, в логотип и вот этот товарный знак. И, ну, PEN, потому что это как бы латинский, ой, английская ручка. Ну, в общем-то, вот так получилось. Потому что мы заранее видели, что это проблема, ее нужно масштабировать. Изначально мы поняли, что это нужно такое, что-то такое. Универсальное слово. Хорошо, но если сейчас родители детей, которые пишут, как курица лапа, увидят эту ручку, где они ее могут добыть? Пока только у вас. Да, пока только у нас. Потому что, ну, как бы на все это нужны средства. Мы пока, как говорится, только начинаем. Я начинаю в Мурманске. Ну, а выставочные-то образцы где есть, чтобы в руках подержать? На площадке «Мой бизнес» или где? На площадке «Мой бизнес» есть. Зайти ко мне, найти можно в Инстаграм, ВКонтакте, через сайт Y-Pen.ru. Вот. И, в принципе, можно сделать заказ. И как все, оно придет по почте России. И ты что-то подержать? Скажите, пожалуйста, я так думаю, что вы же, наверное, вот это мне подходит, что вы задумались, наверное, уже над новым полезным изобретением для мира. Что вас сейчас занимает ваш ум? Мы, конечно же, планов много, но сейчас главное для нас – это донести до потребителя, до первоклашек, чтобы больше знали нас, чтобы родители, мамы и детки, ну, как говорится, начали писать, потому что проблема – это нерешаемая. Потому что много всего ручек, а на самом деле нет решения проблемы. И вот нужно найти вот этот тот корень решения, в чем оно заключается. И вот как раз вот оно и есть. У нас проблем много, я хочу сказать. Я вот почему и подвожу. Я понимаю, что пока вы не запатентуете, но хотя бы вот вы все вокруг проблем школьников начального звена крутитесь, или вас занимают проблемы старшеклассников, студентов, пенсионеров? У нас также, да, есть для пенсионеров, для тех людей особенно, те, которые пережили инсульт, инфаркт. Для них разработана вот такая вот ручка, которая имеет сильный упор в ладонь, и она таким же образом вкладывается. Этот тренажер нужен для реабилитации, потому что человек, переживший инсульт, он сразу учится заново держать ложку, держать ручку. И, соответственно, нужен тренажер, который поспособствовал бы тому, чтобы написать. Этот вот как раз тренажер способствует, он точно упирается в ладонь. Мало того, что еще вот здесь вот отверстие есть, это можно с помощью там специального там веревочки там как-то полностью прижать ее к ладонь. И, соответственно, можно вот эту руку положить и начать тренировать. И, соответственно, мышцы приходят в формирование работоспособности. Удивительное рядом. Евгений, вы меня поразили до глубины души. Вот. Также у нас еще детки есть УВЗ, ДЦП. То есть это тоже вот очень важный момент, который должен помочь. Вот это совсем никак. Помочь держать ручку как-то. Там уже слово от... Индивидуально каждому надо. Потому что там у них, у ДЦП деток, у них, ну и взрослых тоже, у них спазм. Там нельзя просто разжать руку. Вот. Каким-то образом она туда вставляется. Вот хоть так, хоть так можно писать. То есть проблема решения написать уже не стоит. Потому что вот эту им ручку не взять. Остается вот только вот решение. А долго ли мы вообще ручками будем пользоваться? Может быть сейчас только клавиатура будет? И сенсорные экраны? Но на самом деле через детство, через заход идет, через образование мы всегда учимся. И по сути все это очень сильно перетекает через физиологию. Поэтому мы через моторику учимся. Через моторику там происходят нейронные связи. И вот эта вот взаимосвязь особенно связана она не только со знанием, а с привычками. И вот эти привычки формируют в принципе то, что мы мыслим, как мы поступаем, как мы думаем. И вот это формирует в принципе наше мышление и действия дальнейшей и ждут жизни. Очень позитивно мыслит Евгений Пайкачев. Я вас тоже поздравляю с Днем Счастья. Желаю процветания вашим птичкам, вашему Вайпену. И надеюсь, что вы еще что-нибудь полезное для общества изобретете. Конечно, я бы хотел поделиться. Выбирайте ручку, какую вам нравится. Вы знаете, вот мне эта ручка не подошла, но у меня мой хороший друг перенес инсульт. Я, с вашего позволения, возьму для него вот такую ручку. Спасибо большое, Евгений Пайкачев, изобретатель. Всех, кого заинтересовали его птички, назовем их так, вы можете либо через площадку «Мой бизнес», либо через соцсети. Я не знаю, много ли у вас там однофамильцев, есть ли какие-то приметные знаки, чтобы ваш профиль нашли. Найдите Вайпен в поисковой системе Google, и, в принципе, вы найдете всю информацию, в том числе и меня. Спасибо большое. В Мурманске открыт мужской монастырь. Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви. В него преобразовано Свято-Феодоритовское архиерейское подворье, расположенное на улице Кооперативной. Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии в городе Мурманске мужского монастыря. В него преобразовано Свято-Феодоритовское архиерейское подворье. Возглавлять его будет ермонах Трифон Михайловский, который прошел стажировку в Киево-Печорской лавре. Мурманский монастырь – преемник древнего Свято-Труицкого монастыря, несколько веков располагавшегося в Коле и созданного преподобным Федоритом Кольским. Мы расцениваем это событие как подарок. Подарок к нашему юбилейному году. В этом году, в декабре, исполнится 25 лет, как существует самостоятельная мурманская епархия. Ермонах Трифон Михайловский будет возведен в Сан-Игумена во время божественной литургии, где ему вручат посох как символ духовной власти. Сейчас в монастыре прибывают трудники с непростой судьбой. Некоторые из них освободились из мест лишения свободы и нашли свой приют в обители. В новом монастыре сохранятся добрые традиции. Здесь примут тех, кто готов встать на путь исправления и служения Богу. Сейчас костяк – это 20 человек, которые уже дружно живут, которые знают, что такое молитва. Они все уже не один раз исповедовались и причащались. Многие первый раз в своей жизни. Это удивительно. Мы поняли, что и они нам нужны. Во время пресс-конференции журналисты также поинтересовались у представителей мурманской епархии о тех мерах, которые предприняты в церквях с целью предотвращения распространения коронавируса. Митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан заверил, что все необходимые санитарные требования во время служб соблюдаются. Надо самим беречься. В таком случае Господь, видя твою заботу и твою мудрость, Он тебя поддержит. Ежели ты проявляешь себя как неразумный человек, и легкомысленный, и еще искушаешь Господа, то, может быть, как раз человек наказан чем-то, значит, именно за такое легкомыслие и самоуверенность, вот, и свою, по сути дела, гордыню. Поэтому церковь дает свои указания о том, что как соблюдать правила гигиены. Я вот у меня даже, видите, появилась бережная защита, антибогатериальная. Вот, значит, я протираю свои руки, считаю, что это полезно. Иконы без пандемии всегда обрабатывают спиртовым раствором, а в помещениях церквей во время богослужения собирается не более 50 человек. Что же касается грядущей Пасхи, которая по обыкновению собирает большое число прихожан, то о ее проведении пока говорить рано. В любом случае, мурманская епархия будет действовать, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Мурманская область читает имена погибших в блокаду. Памятная акция к 75-летию Победы получила широкий отклик в нашем регионе. Акция «Я читаю имена погибших в блокаду» запущена по инициативе петербуржца Юрия Вульфа. Ее суть в том, чтобы записать на аудиофайл 630 тысяч имен жертв осажденного Ленинграда и включить эту запись на улицах Санкт-Петербурга в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нашем регионе проект курирует отделение Союза машиностроителей России. 50 тысяч ребят с нашей области смогли в ней принять участие. Приятно, что наши учителя и наши дети откликнулись. И очень здорово, что мы так активно в это включились. И когда в этой акции участвуешь, естественно, нельзя остаться равнодушным. Потому что, читая имена погибших в блокаду, сначала казалось, что это воины только. А когда понимаешь, что это мирные жители, особенно когда в графе дата рождения и дата гибели видно, что это дети, то, естественно, кому в горле. Я хочу принять участие в акции. Я читаю имена погибших в блокаду. Тем самым выразить уважение и отдать дань памяти всем погибшим. В настоящее время записано около 80% всех имен. Остальные записи также почти готовы. До 1 апреля нам необходимо отправить готовые записи в Санкт-Петербург, где начнется уже их сведение в единый файл. В акции активно принимают участие школы и колледжи. В этом нам очень помогло Министерство образования и науки Мурманской области. Из предприятий большую часть записал 10-й судоремонтный завод в городе Полярном. Еще одна дата. 19 марта – день рождения человека, который не раз спасал этот мир. Известному голливудскому актеру Брюсу Уиллису исполнилось 65 лет. А человеку, приехавшему спасти Мурманскую область, нашему губернатору, в этот день исполнился 41 год. Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Будучи студентом, он женился на Евгении Романовой, которая сейчас считается первой леди Заполярье. Пройдя долгий профессиональный путь, Андрей Чибис в 2019 году приехал в Мурманскую область, чтобы вывести наш регион на новый современный уровень. 21 марта – ровно год, как Андрей Владимирович возглавляет регион. Но итоги его правления мы подведем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. Встретимся ровно через 7 дней на канале Арктик ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова